Киоск с новым брендом города-курорта. Только владелец установил его на муниципальной земле без соответствующего договора. Составляется протокол, объект будет демонтирован. В составе комиссии специалисты управления торговли, муниципального контроля, казаки, сотрудники полиции. В данный момент они изучают документы гражданки одной из африканских стран. Девушка учится на экономиста. Летом, как и многие студенты, подрабатывает. Делает национальные женские прически. У нее заверенная у российского нотариуса копия паспорта, что допустимо. Здесь по документам вопросов к ней нет. В основном тоже граждане России, которые уже имеют гражданский паспорт, гражданин Российской Федерации. Они арендуют такие помещения. Они уже своих земляков привлекают. Он уже гражданин России, скамерун, то есть он уроженец скамерун, а имеет паспорт гражданина Российской Федерации. А привлекает студентов на работу, они летут в косички. Уведомление с Роспотребнадзора есть? Заместитель главы города-курорта Эдуард Балмышев требует убрать мангал. Готовить никто не запрещает, но внутри здания. Одна из основных проблем летнего периода – каждый предприниматель стремится как можно громче о себе заявить. В итоге предложение становится навязчивым, не всегда совпадая со спросом. В руках выпуск муниципального вестника с новыми правилами благоустройства. Его показывают предпринимателям. По правилам нельзя выходить или вывешивать товар за пределы торговой площади. Тротуар – это уже муниципальная земля. Он предназначен для того, чтобы по нему ходили люди. За нарушение – штраф до 4 тысяч. Газон для красоты – это тоже собственность муниципалитета, и ее требуют освободить. Вместе с тем, согласно кадастру, часть торговых точек располагаются на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, а никак не под коммерческую деятельность. И это повод для того, чтобы обратиться в суд. Будет сформирован пакет документов, и материалы будут направлены в суд для приостановки деятельности на сегодняшний момент. Потом либо демонтаж, либо перевод целевого использования земельного назначения. Если там будет коммерческое назначение, этот ролет будет считаться законно действующим, будет работать, будет осуществлять деятельность. За один рейд было составлено более 20 протоколов по поручению главы города-курорта. Мобильные группы здесь работают в ежедневном режиме. Выписывать штрафы тем, кто нарушает правила благоустройства, можно каждые сутки. В муниципалитете не против торговли, но законный и не противоречащий здравому смыслу. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.